Привет друзья мои, это Егоров. Неведомым образом я оказался в Таджикистане, на матче сборной России, естественно, с Таджикистаном, и сразу из-за Валерия Карпина попал на 100 тысяч рублей. И Салама, который играет за броков. Если Салама Шурмаматов забьет из неделики, даю им 100 тысяч рублей. А вообще, если без шуток и споров, в голове не большой диссонанс, потому что вроде бы мы на чемпионате мира собирались играть в ноябре 2022 года, а сейчас вроде бы тоже Азия, но все-таки не Катар, а Таджикистан и товарищеский матч. На больше мы рассчитывать не можем. Естественно, в этот момент возникает логичный вопрос, а нахрена в сборной сейчас играть на победу, и что может помочь играть на победу? Может деньги? Насколько важно выиграть завтра, и есть ли у команды премиальные за победу в таких товарищеских матчах? Премиальных за победу нет уже давным-давно, даже за официальные матчи премиальных не было. Важна ли победа? Победа всегда важна в любой игре, даже не в футбол. Ну, то есть игроки сейчас именно за приезд сборную платят за что деньги? Или вообще бесплатно играют за честь страны? Ну, правильно, да, за что платить. У нас не понимается. Так, ну раз денег не заработать, значит, наверное, это какая-то должна быть супер-возможность. Вот ты получаешь возможность играть за сборную России. Вот, допустим, у Владимира Сычева, у дебютанта, у него было российско-украинское гражданство, и вообще человек 27 лет вдруг выбирает выступление в перспективе только в Тоборняках. Я у него спрашиваю, типа, может, у других были какие-то предложения? И он честно отвечает. Владимир, у вас не только российское гражданство, были ли еще предложения каких-то других сборных, потому что вы сейчас только дебютируете, или выбора не было и всегда хотели играть именно за Россию? Ну, у меня не было выбора, у меня одно гражданство. А, да, просто на встрече везде написано. Сейчас уже одно гражданство было, и предложений не было до этого. У Карпина, кстати, тоже спросили про варианты, но почему-то не только в сборной Армении, куда его якобы звали, но еще в Валенсию, Реал Соседат и Сельту. Может, у таджикских журналистов есть какой-то инсайт? Реал Соседат, Сельта, технику, которая была в Валенсию, технику, которые были в Брянке. Не было вариантов. Других вариантов не было. Вариант, как вы говорите, в Соборной Армении, скажи, что он был вариант, то есть тоже не было. Не было, прямо скажи, что это вариант. Да, был разговор, и все на этом все закончилось. Вообще, вопросы про другие турниры, другие сборные, другие клубы звучали достаточно часто, и чуть ли не первым его проговорил тренер сборной Таджикистана, который напомнил, что вот, год назад, последний раз Карпина обыграл как раз Хорват, а тренер сборной Таджикистана Хорват. Вот так он типа пошутил. И у Карпина спрашивают, могли бы вы предположить, что вот так вот все буквально через полгода или через год обернется. И это был жесткий ответ. Да, я думаю, что не игра с Хорватией была, просто жизнь, а вообще все, что было полгода назад, где-то или больше, чуть больше, все это просто жизнь была. Да, и ничего смешного в этой шутке Карпин не увидел. Суть в том, что ваше последнее поражение было в Хорвате, а он как раз Хорват. И вот он напомнил это. А шутка-то сейчас не гадает. Хорватский имя. Непонятно для меня. Куда смешнее был вопрос про Дзюбу. И здесь действительно можно было от души угарнуть. На пасху шок. Дзюбу больше не будете вызывать? Что? Дзюбу. Вы будете больше вызывать? Откуда? Из Турции. Откуда? Из Турции. Так его уже из Турции нет. Раз мы не знаем, где он все-таки. Ну, так как правило. Тогда вопрос к Дзюбу. Откуда его вызывать? Из Водоханов. Из Водоханов. Сплэн. Из-за симпатии в Спартаке. У вас? Да. А у вас симпатия в Спартаке? Вопрос такой задаете. Мой любимый членер Валерий Кругович. Спасибо. Я, кстати. Я, смотрите, очень много фанатов моих персонажей. Вообще у Карпина на этой прессухе было масса фанатов. Вспоминали не только Спартак, не только Федуна, не только Валенсию, Сельты и все остальные команды. Но в том числе вспомнили штрафной Карпина, который он реализовал в матче с Украиной. Вспомнили, как он играл с Евра против Франции. И задали, вот вы прям вот рубились. А вот за что сейчас сборная будет рубиться? В основном я забил, по-моему, 1-1 был все забил в моей жизни. Ну, конечно, сейчас в Украине. Да, это в Украине. В общем, к этой жизни я не подходил даже. По поводу того, чтобы выкладываться, да. Да, здесь, кстати, было еще несколько вопросов лично от меня. Не смог бы спросить про Аналду. Чуть не додавил, но все-таки что-то Карпин про Аналду и Тенхага ответил. Ну, причем просто прецедент такой. Когда-нибудь, я думаю, может играть с Тенхагом, а там не будет. Будет, наверное. Но при Тенхаге, думаете, нереально? Да, может при Тенхаге. Не знаю, у каждого тренера, у каждого человека свои какие-то видения, свои принципы, условия. Но, опять же, я даже честно говорю, я, да, естественно, видел, читал, что Кристиан Рональду критиковал Манчестер Юнайтед. И, по-моему, да, ну, заголовки не видел, не читал, что конкретно он сказал про каждого конкретного прислала. Так же мне было очень интересно, за кого Карпин будет болеть на Чемпионате мира. Ну, точнее, поддерживать, кого он будет, кому он будет симпатизировать. Может Месси, может какие-то футболисты, и вообще будет ли он смотреть этот Чемпионат мира. И Карпин ответил тоже. Немного претенутый вопрос, но, тем не менее, вы говорили, что поехали бы в Чемпионат мира в данной ситуации, только если бы вас туда отвезли, потом забрали, чтобы это все удобно происходило. Но, тем не менее, и назвали фаворитов. Кто вы считаете победитель? Но будете ли вы именно следить и смотреть за этим Чемпионатом мира? Ну, понятно, что после 20-го числа, когда будет матч. И, может быть, именно за кого будете болеть? Лично или за какую-то сборную? Если именно вот прямо в болете поддерживать. Болеть за какую-то сборную, естественно, нет. Ну, или лично, может, хочется, чтобы кто-то... Симпатизировать кому-то там, ну, в случае, если кто-то там будет какие-то пары четвертьфинальные, допустим. Ну, как вариант, я знаю, играет Франция, я не знаю, с Испанией, ну, как за Ильпанией. Ну, кому-то симпатизирует прям, или болеть, тем более, нет. Следить за Чемпионатом. Ну, какие-то игры, естественно, будут смотреть. Ну, по возможности, опять же, подстраивать свой график. На отдыхе, для того, чтобы какие-то вот прям обязательно матчи посмотреть, а тем более на групповой стадии точно нет. Когда уже будут пары, так сказать, более интересные. И уже игры на вылет, там уже, наверное, да, буду стараться, так скажем, посмотреть. То есть гиперинтереса нет такого, прям, что ты? Что ты никогда не могла. Гиперинтереса, если я там не участвую. Гиперинтереса, прям сказать, у меня когда-то он был, когда я был игроком, были три дня, никогда не был. Да, здесь интересны какие-то там, не знаю, тенденции, возможно. Сейчас, возможно, чуть больше внимания можно, ну, нужно, вернее, даже не можно, а нужно, наверное, утереть этому. Так как тоже тренер сборной игр, там, а сборная. Но, опять же, это абсолютно другой. То есть там чемпионат, вот этот именно конкретно, чемпионат мира, который проводится сейчас, я думаю, что он не сравним с тем, что происходит летом. Потому что у всех сборных, у любого тренера есть, там, ну, как минимум, две недели до чемпионата, чтобы что-то потренировать, что-то наиграть. В этот раз, сколько-то, два дня назад, ну, три дня назад закончились все чемпионаты. То есть пока все долетят-прилетят, то есть только в сегодняшнюю вот эту команду начнут что-то тренировать. А 20-го числа начинается чемпионат, так что что-то даже наиграть здесь главное будет, мне кажется, расстановить игроков своих, чтобы они были в нормальном состоянии, я имею в виду, в физическом хотя бы. Поэтому не думаю, что здесь что-то можно будет, там, наигранное. Понятно, что сборные многие уже готовят, готовят, знают все вот это. И выбор, наверное, тренеров, тех игроков, которые вызывались для этого, потому что они знают как минимум все требования каждого тренера в своей сборке. Но что-то такого глобального, я думаю, что мы что-то увидим сверхъестественное. У других журналистов тоже были личные симпатии. Например, коллегу из Спортэкспресса интересовал Сергей Пеняев, как самый перспективный футболист на весь истории. Давно не было у нас таких талантливых игроков, как нам кажется, да? И, наверное, Сергей самый талантливый в последние десятилетия игрок. Вы так считаете? Развеятельность? У нас любят очень, ну, вы, это все, вы, общественность, и вы конкретно. Общественность любит очень, вешайте вот эти ярлыки, это самый главный, это рейтинг, где вам нравится, там, расставляет номер один, вот этот номер два, посмотрим. Посмотрим, как он будет прогрессировать, там, год назад самый у вас был фалантливый Захарян, сейчас уже Пеняев, потом еще кто-то появляется или появится. Посмотрим, как он будет прогрессировать, как он будет развиваться. Сколько было, миллион примеров уже было, что-то 18, там, 17, 16, 15, прочее, великое будущее, там, а потом 22-го уже в профессиональном футболе нет. То есть, примеров предостаточно, поэтому раньше времени я бы ничего не делал. Сыграет, поведет пять сезонов, хотя бы, на высшем уровне, тогда какие-то оценки должны давать. Что и может любому игроку, что Захаряну. Потому что и талантливые ребята, и там талант есть, да, есть. Как они его реализуют, вот это надо посмотреть будет. Ну, а закончилось общение с Карпиным, лично, не совсем вопросом, а меня вот бесят люди, которые говорят, что мне сборная России неинтересна. Вот реально раздражают. И так все плохо в российском футболе, так что еще вы лезете своими рассказами о том, что вам ни хрена неинтересно. Вы и сами не тренируете, сами не играете, сами, как эксперты, кого-то обсуждаете, еще говорите, что вам это неинтересно. Тогда идите в жопу и не отвечайте на звонки журналистов. Ну, а как он ответил иначе? Да я хотел завершать, просто в последнее время не с тобой давно, но все равно все больше и больше экспертов говорят, мне сборная неинтересна из России, я смотреть не буду. Что это за фиговые матчи? Какие эмоции у вас в этот момент, когда вы читаете, ну, в любом случае до вас кто-то вы может видеть или сейчас слышите от меня. Есть ли какая-то эмоция из серии, ну, чу, несете, идиота? Ну, что-то в таком духе нету? Что это все-таки ваша сборная, ваша страна, игрок, где больше нет, негде сейчас. И такое ощущение, что сейчас еще перед зрителями, которые и так постепенно начинают охладевать к российскому футболу, этими комментариями они еще сильнее и сильнее убивают интерес к сборной. Те люди, которые когда-то сами играли в сборной. А вопрос в чем? Вопрос вот в этом, что вы чувствуете? Нет ли такого ощущения, что люди делают какую-то паршивую работу по отношению к сборной в этот момент? Ну, это не паршивая работа они делают, потому что это не их работа. Это их мнение абсолютно каждого человека может быть свое мнение, но ради бога им это неинтересно. Зачем на это обращать внимание, в принципе? Каждый волен думать, что хочет. Спасибо. 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 Спасибо.